Подход к тренингу и питанию для девочек через призму менструального цикла. Потому что, хотим мы того или нет, гормоны влияют даже на нас, на мужчин. И кто грамотен, кто следит за всеми последними исследованиями, знаю, что и у мужчин тоже бывают вот эти... Бывает. Да. И когда мужчина, особенно уже в возрасте, с животом, толстенький, это еще хуже на него сказывается, чем на женщинах. Потому что на самом деле это уже, скажу вам откровенно, не мужчина. И если кто-то, может быть, это воспринимает как человека с опытом каким-то таким определенным... Нет, друзья, если мужчина не хочет женщину, если мужчину ничего не стимулирует, это говорит только об одном. Это уже не мужчина, потому что уровень тестостерона упал на нет. Если ваш мужчина не спит с вами, девчонки, это говорит о двух вещах. Либо он вас, ну, вообще в принципе не воспринимает как женщину, либо у него просто уже нет на это возможности. Это нужно понимать. И особенно это нужно понимать девчонкам. Потому что четыре фазы менструального цикла, о которых мы будем говорить сейчас с вами, это, можно сказать, четыре времени года, четыре периода, которые влияют на вас совершенно по-разному. В каждом периоде свой уровень гормонов. Каждый период требует определенного подхода к питанию. И, естественно, к нагрузкам, которые вы даете в этот период. Перед тем, как девчонки начнут делиться своим опытом, а почему? Потому что они обе спортивные, потому что Элла вообще всю жизнь в спорте. И они дадут все равно больше практических рекомендаций. Взгляд изнутри. Конечно, как девочки. Я могу делиться только, потому что у меня в принципе в основном 99% моих учеников, учениц, это девочки. Есть опыт и практический, и теоретический. Что мы знаем? Если, конечно, говорить в общем, утрированно, насколько я знаю, статистически, это 28 дней. Плюс-минус у всех. Конечно, это очень индивидуально. Но мы будем делать статистически, чтобы вы, каждая, уже могли принимать это на себя. Четыре фазы. Четыре фазы. Где-то первые, как это считается, насколько я знаю, вот начались у вас кровотечения, это первый день. И длится это вот в среднем 28 дней. Первый период это, принято считать, где-то первые 5 дней. Потом, следующий период это с 6 по 14, с 14 по 22, да? 21 где-то. 22, скорее всего. Где-то неделя. Ну да, потом уже примерно понедельник. И, естественно, последняя неделя. Вот давайте начнем говорить о, наверное, прям с первого момента, когда вот у вас начинаются... Эти дни. Эти дни, скажем так, красные дни календаря. Стесняться этого не нужно. Только глупый человек стесняется этого. И, к сожалению, моему великому, почему-то очень-очень мало это освещается, считается это брезгливой темой. Но это глупо. Это то, что в первую очередь должны вы знать. Для того, чтобы не вредить своему здоровью. Для того, чтобы ваши тренировки и ваше питание приносило вам пользу. Понимаете? Вот почему мы сегодня затронем такую тему. Насколько я знаю, основная масса современных женщин переносит все равно эти дни тяжело. Ребят, извините, пожалуйста, я просто прерву. Давайте проверим эфиры, потому что вот у меня сейчас прерывался. Извините, техническая пауза. И сразу перейдем к делу. Да, я просто не знаю причину, почему у меня на телефоне прервался. У меня на моем телефоне все в порядке, да? Нет, здесь, да, идет, лайк, ремонт, все везде, да, да, да. После последнего пропавшего эфира, да, вы нас простите, но мы лучше перепроверим. Пока Элла возвращается, это уже техническая пауза, вы можете писать свои вопросы. На самые интересные вопросы мы ответим, потому что я их вижу на экране у себя. Скорее всего в конце, потому что, или в конце каждого обсуждаемого периода. Но ты видишь только то, что внутрико-бади. Да, мы только внутрико-бади транслируем. Ну, ничего страшного. И его будет выкладывать на канал. И можете под любым нашим стационарным постом или в директ, мы с Элла отвечаем в директ, у нас на инстаграм страничке, писать любые вопросы, если они вас интересуют. Да, если они возникнут, мы абсолютно открыты, мы очень любим вопросы. Я всегда говорим всем, что, пожалуйста, спрашивайте, только так вы будете знать. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы не будете знать ответ. Тогда переходим к теме. В общем, начались у нас эти дни. И первые три дня, лично я рекомендую, даже если вы хорошо себя, неплохо чувствуете, воздержаться от силовой нагрузки. Вы можете, к примеру, если хорошо себя чувствуете, тренировать окислительные мышечные волокна, так называемая статодинамика. Но все-таки лучше эти три дня отдохнуть от железа. Но не забывайте, что нужно растягиваться, потому что эти упражнения помогут вам снизить болевые ощущения, если они у кого-то есть. Как строить питание в этот первый период? Нужно понимать, что с кровью, особенно у кого обильные кровотечения, выходят калий, магний. И нужно в первую очередь пополнять именно вот эти микроэлементы, потому что, я знаю, это может быть причиной серьезных заболеваний. А также железо, витамин В6 очень понижен в этот момент. Ешьте яблоки, ешьте морепродукты, ешьте говяжью печень. И более подробно об этом, о питании в этот период расскажет нам, наверное, Эла. Ну я хочу вот правильно, вот сейчас Егор правильно сказал. Конечно, идет сразу недостаток, потому что выброс крови идет огромный. Сразу в организме недостаток калия, магния, железа, витамины В6. То есть все продукты, содержащие вот это все. Единственное что, будьте аккуратны с насыщенными жирами. Да. Это очень-очень важная вещь. Поэтому, знаете, я бы заменила, например, какие-то там продукты, которые вы привыкли кушать, там, куриные ножки. Вляшки. Ты уточни, что такое насыщенные жиры, примеры. Ну, сейчас, может быть, если я сейчас выйду, а вот это будет очень... Не стоит. Я думаю, это легко побуглить. Самое главное, следите по выделениям на коже. Вот Эла права. Если вы видите, что у вас пошли прыщи, убирайте жиры вообще любые, не только насыщенные. Да, но замените их, например, на, скажем так, авокадо. Можете даже использовать какие-то жирные сорта рыбы, например, лосось. Лосось очень хороший продукт именно в эти дни. Кушайте яблоки, кушайте продукты, содержащие... Не сладкие, самое главное, продукты, фрукты. Потому что в течение всего цикла вы чувствуете, что у нас идет потребность к сладкому. А почему идет эта потребность? Потому что в этот момент у нас снижается сахар. Да. И нам хочется, но... Мозг требует. Да. Не ваше тело требует. Но запомните одну вещь. Чем больше вы будете есть, вам будет казаться, что вы хотите восполнить, тем больше вам будет хотеться. И потом это все отложится вот сюда. Это никуда не денется. И потом, а запомните, правильно подчеркивает, вот эта первая неделя, даже не неделя, а вот эти первые пять дней, это то, когда вы должны себя ограничивать в еде. Потому что эта неделя как раз-таки может сделать вас жиробасом. Как раз эта неделя при переедании сделает целлюлит. Воздерживайтесь. И запомните, мозг требует еды, а не... Не ваш желудок, а живот. И если вы вот совсем не можете, очень уважаемый мной профессор, который, кстати, покинул у нас не так давно, Виктор Силенов, советует, это очень хорошая рекомендация. Берите прям вот чайную ложечку, прям макайте ее в мед, прям, ну не ложку, а вот прям кончик ложечки, и сосите этот мед. И через 10-15 минут мозг получит сигнал, а может и быстрее даже, что есть сахар, есть глюкоза, и вы не будете хотеть кушать. Настоятельно рекомендуем вам, следите за этими первыми пятью днями, потому что они могут перечеркнуть потом все, что вы делаете, все последующие три недели. Чем же заменять вот эти вот сахара, которые вот мы так, нам кажется, наш организм их требует? Именно в этот период времени нужно использовать сложные углеводы, как можно больше, потому что да, в них все равно есть малое количество сахаров, но для того, чтобы их, как по-русски сказать, переварить, требуется долгое время. И вам это даст время для насыщения, у вас будет дольше, чем обычно. Ну вот, как Егор сейчас правильно сказал, с кончиком на ложечке мед, мы выработали свое, вот вам мало сейчас расскажет, у нас есть свое. Эва уже видит, что меня уже... Я ее, да, я поэтому должна, я должна ей это отдать. Я когда-то хотела... Простите, дадим слово нашей единицы. Она у нас в этом, она у нас в этом, королева. Нет, мы на самом деле сладкоежки жуткие. И я Ева. То есть, вот как бы весь этот здоровый образ жизни... Мы едим сладко, ребят. Но когда я пришла к Егору и рассказала, сказала ему фразу, я ем десерты каждый день, Егор на меня посмотрел вот так. А когда он услышал, какие десерты я ем, он посмеялся. Почему, по словам так, почему ты не делишься со мной? Действительно, может быть. Так вот, ребят, десерт номер один, это черный шоколад. Шоколад больше 70% содержания какао. Не менее 70%. Да, даже 72% абсолютно верно. То есть, мой любимый, честно, это не реклама, мой любимый шоколад. Я изучила все плитки шоколада, я потратила на это время. Поэтому я вам говорю, что она про-ролевая. Значит, шоколад линд 85%. Он, а, сладкий, он сладкий. То есть, если вы возьмете... Не горкий, это же 85 нереально. В нем есть сладость. Нереально, потому что 9% надо будет попробовать. Там идет порция 4 квадратика, 1 квадратик большой. Если вы берете 1 квадратик, внимание, в нем 1 грамм сахара. 1. И всего лишь 4,5 или 5 грамма жира, причем это жир хороший. Потому что, если вы почитаете ингредиенты, там какао-порошок, а потом какао-масло. Потом только уже добавление какого-нибудь там сахара и так далее. Понятно, что шоколад линд может быть там в Украине, в России чуть-чуть выше, чем средний там шоколад по цене. Ищите местные марки. Например, если говорить про Украину, я недавно была, из радости для себя обнаружила, что у Рошена есть шоколад. 78%. Очень вкусно. Стоит совсем недорого. И опять же, если вы почитаете состав, там на первом месте какао-порошок и какао-масло. Это значит, что сахар... Да, помните это, никакие другие вещи. Если вы покупаете шоколадку и на первом месте там сахар, понимаете, что больше 50-60% того, что вы едите, это сахар. То же самое с сухим молоком. Если вы покупаете молочный шоколад, это для вас. Возьмите вот... Подожди, подожди, вот здесь я хочу сделать ремарку. Запомните, друзья, не оскорбляйте ни меня, ни шоколад молочный. Молочное Г, это молочное Г, это не шоколад. Шоколад, это горько, темный шоколад. А теперь я вам быстренько от профессионала, потому что я занималась очень много лет именно кондитерским изделием. Да, у меня была своя пекарня. Просто объясню вам коротенечко, что такое есть шоколад белый. Это тот шоколад, в котором содержится до 32% всего лишь какао-бобов. В лучшем случае. Да, но я говорю о высоких марках, которые, да, это все остальное, вот, то есть 70% это примеси. Отходы. Сахара, масла, молоко, там еще что-то, что мы вообще не знаем, какие-то эмульсифаторы, непонятно. Молочный, это от 30, но молочный от 28 и до 57. То есть, вот понимаете, половина того, что вы съедаете в молочном шоколаде, не является вообще ничем, как добавками. И, конечно, только уже горький шоколад, черный шоколад. Потому что смотрите тоже внимательно, как Алла вам сейчас сказала. Читайте, что написано. Они вам напишут черный шоколад, но там выведет он по цвету черный. Если вы возьмете Рошен в 56%, а не 78% и подсчитайте состав, там сахар будет. Небо и земля. Но это тоже не значит, что вы должны, если можно есть шоколад, набрасываться и есть его плиткой. Нет, нет, в каждый момент. О, кусочка, маринка. Часанар, до 20 грамм в день. Положите в рот, рассосите его как можно дольше. Да, да. То есть 10-20 грамм черного, больше 72% шоколада в день, пожалуйста, хоть каждый день. У меня это мой десерт, после обеда я пью через полчаса, через час, когда, знаете, после обеда захотелось сладенького. Я беру квадратик этого шоколада, выпиваю или с чаем, или с кофе, в зависимости от того, что мне на тот момент хочется. Вот, все, отлично. Вторая сладость. Это ягоды. Нам повезло, мы живем во Флориде, они у нас доступны. К сожалению, я знаю, что в странах России и Украины сейчас они безумно дорогие, естественно, но у вас есть замороженные ягоды. И они лучше. Абсолютно. Она очень-очень малокалорийная, и она, в принципе, никак на вас не стоит. И клубника, я вам сейчас быстренько добавлю, каратенчик, кроме того же этого источника, клубника это единственная из ягод, которая имеет самый низкий гликемический индекс. Ее можно кушать даже диабетиком. И это, кстати, то, что 2-3 клубнички можно даже скушать там во второй половине дня, если вам совсем там совсем хочется. То есть, вот, если вам хочется фрукта, ребят, нет, арбуз нет. Кстати, вот вы тоже, это да, но если вы возьмете и пересчитаете его на это, вы поймете, что даже если вы съешьте целый арбуз, то это практически, мы же не жрем его десятками. И даже половину никто не съест. Сейчас не сезон. Сейчас не сезон. Не бойтесь арбузов, вы не сможете им переесть. Даже, несмотря на то, что там сахара. Мы боимся. Ладно, по арбузу, значит, отдельная тема. По арбузу будем делать до 5 сезона. Я тоже так думал, и это тоже заблуждался, как и вы. Потому что я считаю лучшим специалистом в области инсулина, гликемического инсулинового индекса. На самом деле инсулиновый индекс не так важен, как важен инсулиновый отклик, если вы понимаете, о чем речь. Так вот, Дэйл Макдональд очень подробно объясняет, почему арбуз можно кушать. Если вы можете читать на английском, найдите, почитайте, вы будете шокированы. Давайте подытожим, чтобы не было слишком много о питании в данный период вашего цикла. Нужно понимать, гормоны на нуле, ваши гормоны на нуле. И тестостерон, и эстроген, пытаюсь его забывать. Поэтому могут быть и есть вот эти вот панические, скажем так, атаки, пессимические настроения. Но поверьте, вы, обожравшись, не сделаете себя счастливой. Наоборот, это будет еще хуже сказываться. Поэтому больше пейте в этот период, так как выделяете жидкости. Не стоит пить ни в коем случае свежевыжатые соки, тем более соки из пакетов. Лучше, как говорит Алла, съешь фрукт целиком, потому что там будет клетчатка. И старайтесь, наоборот, есть меньше, но часто. Маленькими порциями, преимущественно, медленные углеводы. И будет вам счастье в виде того, что все последующие три недели вы будете получать колоссальный эффект от вашего питания, от вашего тренинга. А сейчас давайте по питанию, прям важнейшая вещь. Как вы понимаете, вот именно в период вот этот, скажем так, наверное, пять дней до и пять дней после, пожалуйста, старайтесь исключать как можно больше из рациона соленые продукты. И молочку, вот мы забыли сказать. Да, молочку. Молочку вообще никакую. Вы, дружочки мои, будете очень сильно отекать. И оно идет вот как раз оттуда. Еще поэтому кажется, что вес сразу набрали. Это не вес. Как быстро пришла вода, так же быстро она уйдет в следующий период. Если вы будете прислушиваться тому, чему вас учила Алла, и не будете переедать. Никакой молочки в этот период. Кстати, чтобы вот опять же не переедать в этот период, не срываться на сладкое, хорошее время испечь какой-то полезный десерт. Вот. Найдите, найдите рецепт. А зачем искать? Мы с вами как-нибудь соберемся и сделаем такой полезный рецепт. Мы будем снимать. У нас сейчас уже очень много рецептов у нас на страничке. Внутри кабана. Заходите, смотрите. Это как раз вот период девчонки постоять у плиты в расслабленной домашней одежде. Подумать, помедитировать. Да, в удовольствие что-то испечь вкусненькое. Порадовать мужа. Порадовать даже мужа. Мужа нас радует. Но то, что не отлужится у вас на бочках. Ну, это такая финальная позитивная мотка. Про еду. Переходим к следующему. Теперь к тренировку. Нет, мы еще не закончили тренинг в этот период. Итак, друзья. Мы уже определились, что если вы даже вандер-мумен, нужно силовые тренировки в этот период прекращать. Либо переходить на тренинг окислительных мышечных волокон. Не путать с многоповторкой. Но лучше, наверное, тоже, Егор, не на ножки. Правильно? Я, наоборот, между прочим, рекомендую. Если делаете медленную тренировку, я... Вот у меня как работает, я честно вам скажу. Может быть, потому что... Я, конечно, не делаю. Ты абсолютно прав. Никакие отяжеления такие я не... Приседать ни в коем случае не помню. Но я люблю делать какое-то, вот знаете, интервальное кардио в этот момент, даже просто походить, даже тренировку какую-то легкую на ноги я люблю делать, потому что, наверное, разгоняется в этот момент кровь, которая сосредоточена именно вот в этом регионе, понимаете? И мне становится легче. Может быть, это, конечно, у меня в голове. Нет, это у тебя не в голове. Это нормальный биохимический опыт. Да, да, всего моего спортивного, творческого, скажем так, многолетия, мне это помогает. Я скажу вам, что... Элла, ну ты же сокращаешь объем силовой работы. Обязательно. Вот что важно. Понизить веса, понизить интенсивность. Это период, когда интенсивность должна... Но не обязательно останавливаться. Нет, я же говорю, останавливаться не нужно. Но интенсивность должна быть понижена как минимум в 50%. Обязательно. Вот о чем речь. Но это лучшее время для окислительных мышечных волокон. Потому что, как знает уже Алла, эта работа, в принципе, не приносит перенапряжения никаким системам организма. Только вырабатывает силу воли. Нужно добиться определенного жжения. Но как это делать? То есть мы терпим не вес, мы терпим жжение. А это, в первую очередь, чем хорошо, это опять-таки стимулирует выработку гормонов. Почему вот Элла себя очень хорошо чувствует? Потому что физическая активность, она повышает уровень гормонов, который есть сейчас у вас на нуле. И вот на это нужно делать особое внимание. И стараться кушать. Гормон счастья. Да, кстати. Обязательно. Гормон счастья очень нужен, но это вот шоколад. Секс в этот период мы вам не посоветуем. А шоколад... Шоколад вам его даст. Не вычисли руки. Вообще углеводы все. Все углеводы сложные. Сиротонин вырабатывает. Секс, банан и шоколад. Да. Но давайте опять подчеркнем, когда я говорю шоколад, я подразумеваю только шоколад, не все, что связано с молочкой. Только темный шоколад. По поводу тренинга хочу еще добавить, может быть это все знают, но проговорим. Даже если вы пошли в тренажерный зал и делаете какую-то облегченную по сравнению с своей регулярной тренировкой, девчонки, обязательно убирайте все-таки пресс на нижнюю часть мышцы пресса. Егор, не делайте эту празу. Пресс невозможный, потому что на самом деле пресс нельзя изолировать. Это одна мышца. Да, да. Она всегда сокращается. Да, да, да. Скажем так, давайте буду более конкретной. Не качайте пресс. Уберите. Лучше не качайте пресс вообще. Или уж если хочется, оставьте только скручивание, но даже без подъема ног на 90 градусов. То есть уберите подъем ног. Как я вам говорю, все-таки лучше уберите. Это же и так, здесь и так много крови у вас. Представляете, вы еще сюда нагоните кровь. Да, хорошо. Уберите. Убирайте. В общем, убираем пресс, не трогаем пресс. И второй момент, если вы тянетесь, то есть я, например, хожу на йогу, в эти дни я тоже могу с удовольствием пойти на йогу. Но прежде всего, это пускай будет не горячая йога, потому что сауна все-таки в эти дни не рекомендуется. И второй момент, уберите все перевернутые позы. То есть никаких березок, никаких стояний на голове. То есть таз выше головы не поднимать. Вот это как бы два таких правила, которые я знаю для себя. И я по себе знаю. Когда я ходила на йогу и не обращала внимания на это правило, хотя тренер мне говорил, а мне хотелось. Я потом себя чувствовала гораздо хуже, выделения были более обильные. В общем, я получала полный набор удовольствий из-за того, что я постояла в березке 30 секунд. А тренер знал, что у тебя? Он просто как бы давал нам информацию, что девочке, те у кого сейчас те самые дни, эту позу не делайте. Ну я же впереди планеты всей, мне больше всех надо. Я делала, думаю, так придумала. Тогда давайте подытожим практикой. Вот как ты конкретно в эти первые пять дней и самое начало у тебя, как проходит? Честно, я себя чувствую неплохо. Ты даже продолжаешь тренироваться в первый день? В первый день, ну вот если у нас с тобой тренировка будет, я знаю, что будет запланирован присед, скорее всего я не пойду тренироваться. Даже не скорее всего я не пойду. На третий день я уже могу пойти. Это лично мое, то есть у меня не так долго. Я знаю, что у девчонок от трех до семи дней, в принципе. У тебя всегда так было или как-то это в течение жизни поменялось? Не связано это, как Рыла говорит, как раз таки со спортом, что когда ты стала активнее заниматься, этот период, скажем так, стал протекать для тебя. Знаешь, мне тяжело сказать, поскольку активнее я стала заниматься лет так в 13. Поэтому как раз в самом начале. Тяжело, потому что мне тяжело сказать. Что касается меня, когда я была подростком, то у меня это все было очень болезненно. Вплоть до рвоты, головокружения и всего такого, такого, такого. Ну, это, знаете, это вот может, конечно, потому что, во-первых, подростки, гормональные изменения и все это вместе, да. Но еще потом, конечно, тогда мы питались все-таки схудненько. Конечно. И не было всего того, что есть сейчас. И, конечно, сейчас мы подходим к этому времени нашего месяца, скажем так, с головой, с умом. Не было такого опыта. Не было опыта. И на самом деле, знаете, мы об этом не говорили, подсказать было некому. Я не узнала о том, что это должно начаться от мамы, например. Узнала от подружек. Поэтому, сами понимаете, какого уровня был опыт. Ничего себе. Поэтому, скажем так, когда я уже возросла, умудрела, скажем так, и я стала интересоваться больше и больше и больше здоровым питанием, именно, то, конечно, я узнала, что нужно кушать, чтобы облегчить эти дни, как нужно заниматься. Я лично занимаюсь. Я не делаю перерывы в занятиях, но... Вообще, это же в первый день? Я не делаю перерывы в занятиях, но если на этот день у меня были запланированы, скажем так, ноги, то я не делаю ноги вообще, скажем так, в первый день, а просто переношу и делаю, например, руки, либо спину. Но, то есть я меняю местами, у меня, скажем так, ну берет, наверное, два дня вот таких тяжелых, а потом уже как бы оставшиеся там два дня уже нормально, и я уже могу заниматься, но стараюсь, конечно, не перегружать организм, потому что определенные процессы происходят в организме, и нужно дать вашему телу отдохнуть, потому что тело наше работает за... Я вам сейчас скажу одну вещь, за момент вот этих вот от одного до пяти дней, скажем так, у нас организм расходует, если у меня в обычные дни, может быть, там расходует 1300-1400 калорий просто, что он работает, в эти дни он близится к 1800, он всегда увеличивает, потому что затрачивается колоссальное количество энергии именно в эти дни. Поэтому, пожалуйста, дайте своему организму отдохнуть. Да, друзья, давайте сейчас, я смотрю, по времени подходит опасная ситуация, мы сейчас перезагрузимся, но не уходите никуда, потому что сразу же будет подключение, новое включение, поговорим о второй части нашего цикла, точнее вашего. О! 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 Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор, если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok